Эффективность программиста Вот такое звездное небо появляется в голове у разработчика, когда он трудится над задачей. Для того, чтобы это стало понятно, я попробую добавить название звездам. Вот такие названия, есть у нас такие. Вам видно вообще? Видно, да? Вот такие у нас есть звезды, есть даже целые созвездия, вот такие еще созвездия и вот такие звезды смерти красные. Получается, все вроде бы хорошо, эти звезды светят, но есть несколько особенностей данной картинки. Ну, во-первых, таких звезд очень много, здесь представлены далеко-далеко не все. При желании можно еще на несколько десятков увеличить. Во-вторых, некоторые названия меняют свой цвет и то, что раньше считалось хорошим подходом, через некоторое время становится не очень хорошим подходом. Потом бывают еще такие вещи, как различные трактовки этих слов, ошибки внедрения и так далее и тому подобное. Но я считаю, что когда мы в какой-то точке видим огромное количество чего-то, самое логичное, что можно сделать, еще туда что-то добавить. И я предлагаю туда добавить эффективность. Почему туда имеет смысл добавить эффективность? Потому что, наверное, этот термин был первопричиной появления всего того, что мы видели на предыдущем слайде. И мне кажется, что хорошо иметь вместо огромного загородного неба одно вот такое устройство, которое будет помогать нам строить маршрут. Ну, с вопросом актуальности мы закончили. И теперь переходим к вопросу, что такое вообще эффективность, как можно об этом думать, смотреть, говорить и так далее. Ну, мы знаем, что эффективность – это отношение результатов к ресурсам. И для того, чтобы нам эффективность повысить, нам нужно получить побольше результата, затратив минимальное количество ресурсов. Что мы понимаем под результатом? Я хотел бы, чтобы в рамках данного доклада мы рассматриваем результат, который получит организация благодаря работе программистов. Есть вот такой вот парень. Он в свое время, в 16-м веке говорил «дебажу, значит, существую». Запомнился он не только этим. Он еще запомнился тем, что первый придумал прямоугольную систему координат. Но потом людям надоело смотреть на двухмерную картинку. Они добавили третье измерение. Потом им это надоело. Они добавили четвертое измерение. Но потом решили, что измерение, в принципе, может быть сколько угодно. Кому легко представить в своем сознании многомерное пространство? Есть такие? А кому сложно? Ну, вот у меня, допустим, сложно, да? Ну и в данном контексте я хочу попробовать рассказать небольшой анекдот. Он не особо смешной, но он относится к теме. Анекдот такой. Научная конференция. После выступления к докладчику подходит твой коллега и говорит «Слушай, я просто в восторге от того, что ты рассказал. Вот поясни, пожалуйста, как у тебя получается в сознании работать с объектами в 11-мерном пространстве?» Вот он говорит «Вообще очень легко, смотри, я сначала представляю у себя в сознании многомерное пространство с размерностью х, а потом фиксирую х равным 11-ти. Я надеюсь, после этого анекдота все поняли, что не все так страшно, не все так сложно и в принципе со всеми можно разобраться. Так вот, зачем нам такое многомерное пространство, какое-то там 11-мерное? На это есть две очень важные причины. Первая причина. В 11-мерное пространство легко могут поместиться семь взаимно перпендикулярных линий. Для экспертов и профессионалов эта вещь может в жизни очень сильно пригодиться. Более того, там останется еще место для четырех перпендикулярных линий, если заказчик вдруг изменит свои требования под конец проекта. И вторая причина в том, что я хотел бы вас попросить представить организацию, в которой вы работаете, в виде некоторой точки в многомерном пространстве. Осями координат этого пространства будут те показатели деятельности, в которых сейчас находится организация. Ну, например, наши семь линий – это там прибыль, оборот, расходы и так далее. И вот мы понимаем, что на текущий момент наша организация – это вот какая-то точка в этом пространстве. Вот эта организация. И вот она имеет некоторые координаты. И она хочет куда-то двигаться и получить другие координаты. Ну, банально увеличить прибыль, оборот и так далее. Причем часто бывает, что не совсем прямая линия соединяет ту точку, где находится организация, с той точкой, где она хотела бы быть. Иногда нужно делать какие-то вот такие витиеватые движения, и поэтому краткосрочные цели могут не всегда совпадать с долгосрочными. Ну, и в процессе, конечно, хотелось бы, чтобы с организацией не произошло вот такого, или чтобы она не улетела в какую-то неведомую даль, куда она вообще не хотела попасть. Поэтому каждая задача, которую мы делаем в процессе работы – это какой-то импульс воздействия на организацию, где мы трудимся. И не всегда очевидно, что для организации на текущий момент важнее. То есть или оптимизировать расходы, или ввести новую фичу и так далее, поэтому эти вопросы крайне сложные и не имеют однозначного ответа. Кто-то успел прочитать? А вам вообще видно, что это происходит? Кому не видно, пожалуйста, подсадьте поближе, потому что я не имею возможности рассказывать, ну, читать все, что здесь находится. Более-менее видно, да? Ну, хорошо. Вот, если мы не понимаем, куда двигаемся, то может получиться так, что у каждого сотрудника разное свое видение, куда сейчас хочет организация, и из этого реально что-то хорошее выйдет. Так вот, теперь эффективность, тот результат, который получит организация. Ну, есть какая-то такая практика из предыдущей эпохи, когда мы попытались сотрудника измерить огромным количеством цифр. Это появилось еще там в прошлом веке, когда рядом с работником поставили парня с секундомером, и он вот так вот стоял и засекал время выполнения каждой операции. На текущий момент эти вещи устарели, но лучше по большому счету ничего не придумали, и если даже в вашей компании кто-то вот такое что-то меряет, то имеет смысл обращать внимание на отклонение там плюс-минус порядок. Ну, то есть, если раз в 10, ну, тогда да, это значительно, а если в несколько раз, то, скорее всего, ни о чем просто не говорит. Для большой организации во время спокойной работы некоторые подсчеты этих данных, в принципе, вполне нормальное явление. Но у нас есть 2 подхода, 2 теории, как руководство описывает сотрудника. Слева у нас X, это человек, который нужно стоять с палкой для того, чтобы что-то вообще происходило. Справа у нас Y, это человек, который самым мотивирован и которому эта палка будет мешать. И в случае, если у нас над Y поставят такое количество метрик, для организации, скорее всего, это будет очень высокая цена низкого доверия к такому сотруднику. Я хотел бы еще поговорить про стадии задачи. Изначально нужно очень хорошо понять, что у нас хочет организация, только потом делать. Если на первом этапе что-то не получилось, то что будет происходить дальше вообще не имеет смысла никакого. И когда мы получаем результат вот полный, вот только тогда можно понять, что мы его достигли. Вот когда задача безупречно сделана, вот тогда вот все хорошо. Теперь поговорим про вторую часть эффективности. Мы с ним говорили про результат, теперь про ресурсы, что мы тратим. То есть на каждую задачу тратится некоторое количество усилий руководства самих программистов, тестировщиков, ну и всех людей, которые так или иначе участвуют. И мне кажется, что для нас ключевой момент – это скорость решения. Потому что, по большому счету, мы же эксперты, для нас возможно практически все. И чаще всего вопрос стоит не в том, можем ли мы что-то и не можем, а в том, успеем ли мы это сделать до тех пор, пока рынку это еще нужно, по нашей организации это еще нужно. Теперь мы подходим к финалу – это оптимизация эффективности. Я хотел бы рассказать про три аспекта, которые мне кажутся актуальными в данном контексте. Это концентрация, балансировка и коммуникация. Эффективность программиста, она постоянно меняется, и я хотел бы сказать, что, ну, очевидно, что с опытом она меняется. Но кроме этого, она еще очень сильно зависит от той задачи, в которой он работает. У нас есть некоторые мысли в технологии, некоторые предметные области, особенности проекта. И когда мы работаем в какой-то точке, эффективность увеличивается не везде, а вот именно в той точке, где мы трудимся. С ходом времени, вот по такой кривой, мы будем расти по нашему перформансу, по нашей эффективности. Если мы с какими-то технологиями или в каком-то участке не работаем, происходит обратный эффект, и эффективность будет падать, будем двигаться в обратную сторону. Ключевой момент – это вот эта цифра 100 на изображении. В случае, когда мы находимся в самом низу и на самом верху кривой, эффективность может отличаться раз в 100. Вот пример с некоторыми расчетами, но такими очень общими, исходя из которого очень хороший специалист, может стоить в 10 раз больше, чем начинающий специалист. Но давать для компании в 100 раз больше результат – это очень экономически выгодно. Для того, чтобы как-то скомпенсировать работу с сотрудником, который только начинает, имеет смысл концентрировать его деятельность на каком-то узком участке работы. И тогда через некоторое время там он будет хорошо разбираться и давать тоже хорошую попорность. Хотел бы рассказать еще про некую парадоксальную ситуацию, когда крутому разработчику дают простую задачу, и он ее делает намного дольше, чем делал бы начинающий, потому что он хочет сделать вот так, как он ее видит. Бывает ли такое? Да, такое бывает. И одна из причин – это перемеждевременность в оптимизации, в архитектуре и в функциях, которые реализовал этот сотрудник. У кого-то есть такая мечта? Слава богу! У меня тоже. Но ситуация такая, что часто эта мечта воплощается вот в такой вот схеме. Программист сделал какой-то X, теперь ему для того, чтобы какой-то Y, нужно всего лишь. Ну, программист думает, что дальше будет Z, но если XY – это буквы русского языка, а не английского, то продолжение может быть несколько другим. Поговорим про это продолжение. Организации нужно было нечто другое. То, что сделал программист. Второе – если программисту не повезло и не угадал дальнейшее развитие, что будет происходить с проектом, то его все фантазии на тему того, что дальше будет легко и быстро, могут не оправдаться. И плюс то, что легко для одного, далеко не значит, что для всех других, кто будет поддерживать этот же код, также этот процесс будет легким и безнаболезненным. И еще один момент. В случае, если мы работаем в очень сложном проекте, часто для того, чтобы в итоге сделать быстро задачу, нужно ее делать еще очень медленно. И некоторые программисты по инерции даже на простой задаче подходят вот таким же образом и тратят лишние ресурсы. Пару слов о том, что я понимаю по словам «балансирование». Возможно, кто-то слышал термин «золотое сечение» – это когда мы делим отрезок на два участка. И, возможно, кто-то слышал про термин «золотая середина». Я предлагаю эти вещи объединить, и мы получим некоторую часть отрезка посередине, в рамках которой мы принимаем наши технические решения. Предположим, мы можем сделать задачу быстро. Это потребует мало финансовых ресурсов, мало временных расходов, но, возможно, не очень качественно. Это одна крайность. Вторая крайность – мы можем сделать задачу 10 лет, и, возможно, это тоже никому не нужно. Где-то посередине находятся оптимальные решения, которые помогают нам соответствовать целям и балансировать из точки B1 с точки B2. Третий элемент из золота – это антипаттерн проектирования. Называется «золотой молоток». И если мы постоянно используем только какое-то одно решение, то мы на нем зацикливаемся, и вот это балансирование, о котором я говорил, исчезает. Человек постоянно, например, начинает видеть все задачи очень сложные, если он работает в большой компании. Или если он работает в стартапе, он привык делать все по-быстрому, и потом он перейдет в большую организацию, у нее другие подходы к работе, и ему там будет тоже очень тяжело. И финал – это коммуникации. Для того, чтобы понимать, насколько у нас вообще все хорошо или плохо, необходимо общаться. И важно, что в коллективе лимитом эффективности равняется самый лучший специалист. То есть он может просто не знать, что можно сделать было как-то еще лучше, и он сделал все, что мог. Поэтому в процессе коммуникации мы можем постоянно улучшать свои навыки. И вот такое мнение, что при прочих равных условиях лучше работать в большом коллективе, где эти коммуникации происходят постоянно. Мы постоянно обмениваемся опытом на ежедневной работе. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...